Павел Иванович, пару вопросов. Пожалуйста. Широкая дискуссия возникла, опять же, на Восточном экономическом форуме в связи с возможными мирными переговорами между Россией и Украиной и заявлениями Блинкена, что Россия и Украина всё-таки станцуют своё танго. Как Вы оцените перспективу переговорного процесса? Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Это, конечно, замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением её. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Конечно, просто не хотят. Вот это первое. Второе. Я уже на этот счёт говорил, мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая страна хочет, пусть сделает это. Скажет об этом прямо. Наконец, ну, танго и кишка хорошо. Я думаю, что для Украины важно гопаки забыть. Вот это важно. А то так будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе, всем придётся барыню. Ну, или в лучшем случае казачкам. Так вроде же плясать начали, три раунда переговоров прошли в Беларуси, потом в Стамбуле, а потом в Блинкин с Остином Зеленскому команду дали. Команду дали, тот запретил вести переговоры. Факты на столе, факты налицо, поэтому что тут упрекать кого-то? Декрет подписал. Совершенно верно. Запрещающий. Сам себе запретил. И последний вопрос к визитчным членам. В реакции Запада доминирует оценка визита как правослирующего напряжения людей. Утверждаю, что российская сторона чуть ли не просила прислать корейских добровольцев для участия в СВО. Что Вы можете сказать? Хочу сказать, что это чушь полная. Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши подписали контракты, воины наши подписали контракты с вооружёнными силами Российской Федерации. 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые готовы жизни пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России. Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, гораздо выше, чем средние по стране. Но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека, либо получения тяжёлого ранения? Конечно, нет. И прежде всего, мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже вот это само на себе вызывает уважение. Вот это первое. Второе, что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было. Мы никому угроз не создаём. Самая большая угроза, которая в мире сегодня создаётся, они создаются сегодняшними правящими элитами. И они, кстати говоря, сами об этом говорят. Несколько лет назад бывший министр обороны, по-моему, господин Гейтс, сказал, что самая большая угроза для самих Соединённых Штатов исходит в территории, где находится Капитоний, по-моему, и Белый дом. Сами говорят об этом. А ищут угрозу на стороне. Поэтому это, ещё раз хочу подчеркнуть, полная чушь. Корея наш сосед. С соседями мы так или иначе должны выстраивать до процесса такие отношения. Да, есть определённые особенности, связанные с корейским полуостром. Мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем. И в данном случае ничего не собираемся нарушать. Но, конечно, будем искать возможности для развития российско-зеверокорейских отношений. Им, западникам, Владимир Владимирович, надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наёмников. Сколько у них там воюет. Что упрекать там Россию. Поэтому, наверное, им надо это сделать. А во-вторых, это опасное заявление с их стороны. Потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части. Польша уже сформирована у границы. Вы об этом тоже говорили. Воинские части сформированы, готовые зайти в Украину. Свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать другие. Абсолютно согласен. Полностью. Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, и иностранных наёмников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера и позавчера кого-то уже в пыль взяли в очередной раз. У нас нет такой необходимости приглашать для боевых действий у людей со стороны. Тем более, хочу это ещё раз объяснить. 300 тысяч человек подписали контракт и пришли в качестве добровольца.